привет всем я уже на работу собралась у меня на этой неделе всего так полной на работе завал и дома надо много дел переделать все дела которые я буду дома делать я возьму вас собой конечно же покажу что я делаю и хотел еще рассказать насчет этого пакета которые я пекла тесто как всегда получилось очень хорошая такое такое тесто я всегда получается делаю на пиццу или например какие-то хлебушки с помидорами наверху всегда его дело он у меня всегда получается хорошим а вот заправка не так хороша получилась просто сочетание творога и жареного лука мнение совсем не понравилось может кому-то и понравится но это не мой вкус поэтому я в таком варианте этот пакет больше не буду готовить я вот уже с работы пришла и мне такой плохой цвет вот я с работы пришла и мне сейчас быстро надо бежать на почту чтобы сдать эту посылочку которую мы выписывали это был такой чехол для моего хэнди но он не подошел поэтому мне надо быстро его сдать вообще у нас это недельно сильно такая стрессовая неделя много дел на работе потом еще сейчас с работы приходим всякие дела делали вчера машину забирали и так и не забрали перенесли на сегодня утро сегодня утром встали быстро поехали машину забрали кушать еще ничего не варила не знаю что варить что-то на этой неделе у меня идеи совсем нету я хочу быстро что-то легенькое сварить чтобы всякие канители и да сейчас посылку отнесем на ужин я нам приготовила сегодня булочки просто взяла разрезала с оливковым маслом помазала немножечко чесночку наверх сделала и в духовке запекла и салатик там у меня помидорки болгарский перец немножко еще морковочки натертые конечно же салат и наверху мне еще тунец и немножечко вот этого вот этой брынзы и полила я все этой таким соусом из я бы всегда делаю там всякие травы у меня и молоко со сметаной размешано сейчас едем по нашей улице тут только везде ремонт идет так это все выглядит и думаем что концу осени что-то сделают нормальная хорошую дорогу нам сделать едем по нашей дороге магазином вот какие у нас красивые здания есть в нашем городе зелень красота приехали мы вот уже наш торговый центр запарковали машины и идем закупаться сейчас пришли в магазин техники мне тут надо купить фестплату она сейчас по акции продается фестплату чтобы я могла свои видео снимать и туда вносить что-то у меня уже места не хватает и я вот решила вот эту вот купить тут 5 терабайт с 90 евро она сейчас по акции и я возьму посмотри мне кажется хорошее много могу туда видео занести еще мне вот эту вот штучку надо это такой успех фаталя в которую я могу мышку включать мою фестплату ну тут 20 евро почти стоит для меня как-то как дорого с такую вот фигнюшку 20 евро да посмотрим может быть в интернете чего-нибудь подешевле найдем ее мне обязательно надо то я не смогу видео соединять еще видела тут вот эти три пылесоса висят они очень классно мне вот этот пылесос мы его наверно три года тому назад покупали он пешнюра без ничего очень классно пылесосы а вот это уже от него вышли ну как бы на фольга ну другие пылесосы от вот этой фирмы вышли вот другие пылесосы тоже наверно классно дорогие этот например стоит 778 а вы уже видели сушитель для волосы 400 или вот такая модель за 380 ужас какой-то кто себе такую покупает непонятно ну прям чтоб они такие хорошие бы не знаю не могу себе представить такую цену ужас за сегодняшний день так измотала что просто прибежала домой посмотрела что мне в морозильнике вытащила мои варенички с картошечкой и быстро сварила даже не дождалась что вода до конца таки пела все быстро закидала и они у меня разорвались пришла с работы и опять надо бежать по делам эту неделю мы только все бегаем и бегаем дом мы почти не сидим то что-то забрать то что-то отнести да сейчас нам опять посылочку надо отнести там что-то не подошло потом хотим в русский магазин зайти мне надо конфеты купить потому что скоро у сестренки и у папы день рождения я хочу им такие маленькие подарочки сделать конфет а так вообще-то у меня сегодня был выходной день мы вызвали на работу потому что у нас там короче каос ужас и мне надо было сегодня буквально на полтора часа выйти приехать на работу там просто ну как бы собеседование было и вот приехала получается утром встала ничего не сделала на работу поехала приехала и уже опять вечер у нас еще пару часов есть пока все будет закрываться немножко делаешь и сможем переделать да вот а насчет машины я вам рассказываю наконец-то мы забрали только на второй день мы не забрали вот так тут работает шеф отпуске рабочие закрывают сервисы на час раньше вот так я думаю что этот рабочий которому машину не отдал получит по шарам потому что мы 45 минут туда ехали 45 минут назад ехали машину не получили на второй день опять же это ну направление расстояние хочу еще вам показать наш район тут такие дома стоят вот этот дом на четырех хозяевов у каждого свой вход вот тут сзади у нас вот такие большие этажки сейчас не видно может быть когда-нибудь в другой раз когда листьях упадут я смогу там пройти вам это все показать тут уже все печеные всякие конфетки представлено рождество вот эти коми вяхин тоже рождественские вот эти пряники всякие и вот уже даже эти морозы у нас тут все белые шапула, коричневые всякого слуха у меня подходим уже вот к русскому магазину как я сказала я самую главную куплю а завтра уже поедем полностью закупаться пришли уже домой попали опять под дождь мы думали больше сегодня дождя не будет он у нас идет и идет целый день много сегодня когда на работу ехала видела ну когда машина влезается или с дороги вылетает и вот думали не идет не будет дождя зонтик не взяли и попали опять под дождь из моих гладких волос опять получился барашек но ничего они у меня всегда такие если немножко капельки попадут то сразу начинают крутиться я вам говорила что мы пошли за несколько вещами в магазин ну пришли опять с двумя полными сумками мы зашли в русские и опять накупили сейчас покажу что купили купили вот тут мы два сока буратино и тюшес давно уже не пили чего-то так захотелось я всегда у себя вопрос задаю почему например в немецких магазинах надо платить ну за вот эти вот пластмассовые бутылки а в русском не надо эту систему нам ввели чтобы у нас меньше мусора валялась по улицам а почему в русском это разрешено а в немецких нет не понимаю потом купили вот такой ассортих помидорки соленые еще огурчики от вот это всегда берем мне кажется тут два разных сорта есть есть с чесноком а с чесноком я не люблю и вот я беру вот просто простые купили просто белый зефир но немножко такой с ванилиновым вкусом очень вкусно вот именно от вот этой фирмы мне очень очень нравится потом у меня у нас сольные огурчики ну только они не русские а польские вообще-то в этом русском магазине полу товара русского полу польского но мне все-таки русские продукты больше нравится даже вот эти огурцы я их ем но русские вкуснее потому что они как-то не такие они вот вот эти как немножко вяленые какие-то русские не такие хрустящие и точно так же с вот этим сыром это вот этот копченый сыр и раньше в русском магазине но он был русский сыр и теперь этот от польской фирмы потом вот купили новую колбасу от герман не герман гермес не знаю что не пробовали это сервилат и я посмотрела в составе только свиное мясо я просто другого мяса не ем только свиное поэтому вот эту пробуем вообще мы всегда покупаем от лакмана но в этом магазине который вам показал микс марк не тот марк от лакмана колбасы там у них всякая три поросенка много-много сортов польских ну вот мы пытались три поросенка как-то пробовать но вообще не вкусно она как-то не знала подваливает что ли чем-то короче не берем мы ее и вот новую попробую потом у меня вот тут два сорта печенюшек вот это как кошмак творожной вкус а это просто такие шоколадные очень люблю на работу беру с собой всегда вот тут у меня еще пакет такой купили шоколадное масло обожаю шоколадное масло но у нас его часто нету в магазинах его только можно в русском магазине купить еще рецепт все хочу сама сделать масло шоколадное но вот рецепты смотрю она мне кажется она не будет такое как например вот это там нутеллу добавляют еще какие-то орешки разве тут есть нутелла или орешки поэтому вот ищу рецепту никак не найду можешь вы мне подскажете люблю очень сушки вот именно вот эти круглые они мне сильно суховатые а вот эти вот они немножко удлиненные очень вкусные и обожаю картошку вот это природа на картошку я сама тоже его дело у меня хорошо получается ну вот так канитель на делать ты тесто выпекаешь потом она тебя должно сохнуть потом ты его мелко делаешь потом варишь ну вот этот начинка не ночи до начинка и короче так коллективно вот я решила купить маночку купили мы очень любим манку я часто ее варю и еще вот эту манку я беру для теста которая ну для пиццы теста до чтобы она для пиццы теста манку надо брать чтобы она так сильно не поднималась я мешаю манку и муку потом у него тут укроп и вот эти два пакета зачем эти два пакета мы вот за этими конфетами и шли в магазин а купили вот это вот все да вот эти два пакета конфет вот тут у не ласточки вся семья любит ласточки как просто других нам не надо конфет ласточки васильки и ромашки это наши самые любимые еще иногда вот эти вот немножко которые с лимончиком вкусом тоже очень любим и еще шли в ревы за вот этими двумя вещами это мельхметин или сгущенка называется конечно в русском магазине она тоже есть но на мой вкус в германском магазине на как-то вкуснее если мы покупаем русскую сгущенку то она как-то жиденькая и течет сильно а это например она немножко гуще и у на больше нравится и вот эти два пакета конфеток от лент тут просто шоколад и внутри такой вот шоколадная начинка с молоком а вот этот тоже очень вкусный тоже шоколад а внутри пистация писташка писташки писташки внутри вот вот этими за вот этими двумя штучками и за вот этими конфетами мы шли ну тогда завтра будем меньше покупать да вот так наша закупочка получилось